Вспышка африканской чумы в Черновицкой области. На одной из ферм начали массово гибнуть свиньи. Но общественные активисты уверены, на самом деле болезни нет. Панику в селе сиюет специально. Так ли это, разбирались мои коллеги. Уже неделю полицейские и ветеринары дежурят на въезде в село Молодия. Здесь вспышка африканской чумы. В одном из местных фермерских хозяйств начали гибнуть свиньи. Проверяем машины, чи не едут с мясом, с свиньми. Зупеняем, дивимся. Зараженных поросят утилизируют. У нас есть официальное подтверждение. Экспертиза 11.75 Киевского научного института, где лабораторно подтверждена наявность вируса африканской чумы свиней в данном господарстве. Больше заходов проведено. Трупы свиней спалены. Проводятся дезинфекционные работы. Свиньи, которых держат местные жители, пока что здоровы, говорят эксперты. Но вот если африканская чума разойдется по селам, областным егерям придется отстреливать и диких кабанов. Я бы сказал, что это не настолько важная процедура, их это очень неприятно. Потому что, если люди вкладывают в развитие энные суммы денег, то это включает в себя охрану миссионского витс, это означает в себя закупивание кормов для подготовки, проведение биотехнических заходов. И под кинет своими же руками это все вынищите. Но вот если ситуация настолько серьезная, почему же карантин объявлен только на территории одного хозяйства? Общественные активисты предполагают, панику в селе сеют специально. Если бы была бы чума, то я считаю, что должно было, что остаться в селе. Прямо в селе это ферма, понимаете? Все знают, что если человек свиньи может продать, скажем так, за тысячу гривен, то шкода, отшкодовывается, а если беда, если там повень или чума, то вдвече больше. Так ли это, общественники обещают выяснить и провести собственное расследование. Тем временем на местной ферме карантин продлится еще месяц. Андрей Кровец, Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновецкая область.